Пальмовое масло Пальмовое масло может быть очень полезным продуктом. Оно оказывает заживляющий эффект, содержит омега-3, омега-6, необходимые сердечные мышцы, фермент Ку-10. Витамины А и Е – полезные микроэлементы. Но полезно только масло прямого отжима. А в российской пищевой промышленности используется масло переработанное, твердое. Такое для нашего организма, как яд. А что такое тугоплавкость? То есть точка кипения очень высокая. Организм у нас человеческий. Одной температурой тело обладает, а здесь высокая. И попадая в продуктах питания, этот жир, он не расплавляется полностью. Остается липким, таким как пластилином, и прилипает ко всем сосудам. Вызывает тем самым тромбозы, эмболии. Ну, не эмболии, тромбозы сосудов, атеросклероз. Особенно ловко его используют производители сливочного масла. Распознать присутствие пальмового масла на вкус практически невозможно. Единственное, что выдает подделку, это цена. Литр цельного молока в Астрахане стоит порядка, в Астраханской области, стоит порядка 25-28 рублей. То есть у производителей непосредственно. И чтобы произвести масло, если мы говорим о классической технологии, именно из цельного молока, то нужно не менее 25 литров на 1 килограмм масла. Соответственно, считаем стоимость этого продукта только по сырью. То есть мы не считаем работу, наценку производителя, наценку торговой сети, упаковку, затраты на электроэнергию. То есть у нас получается не менее 450 рублей килограмм масла должен стоить. Коварство пальмового масла в том, что оно очень вкусное. Шоколад, мороженое, кондитерские изделия с ним гораздо ароматнее и дольше хранятся. При этом сырье по сравнению с натуральным сливочным жиром копеечное. Многие производители просто переходят на такой комбинированный продукт. То есть это обезжиренное молоко, либо сухое, либо не сухое. С использованием растительных жиров, с использованием ароматизаторов, которые добавляются в продукт. В итоге мы получаем продукт по консистенции такой же, как сливочное масло, по вкусу такой же, но, по сути дела, не являющийся таковым. Пальмовое масло стали использовать даже производители детских смесей. Его даже применяют в детских смесях. То есть если маленький грудной ребенок находится на искусственном вскармливании, то коровье молоко, имея молочный жир, он, конечно, отличается от жира грудного молока, правильно? Но по себестоимости молочный жир коровы, он дороже, чем жир гидрогенизированной пальмитиновой кислоты. И пальмитиновая кислота в грудном молоке, она легче переваривается ребенком, нежели пальмитиновая кислота от пальмового масла. Она выводит кальций из организма маленького ребенка. Мы пытались добиться съемки в лабораториях Роспотребнадзора, но получить удалось только сухую справку. С сентября прошлого года Роспотребнадзор проверил 87 проб сливочного масла. И только 4 образца признаны несоответствующими требованиями. Эта цифра расходится со всероссийскими данными того же ведомства о том, что сливочным маслом не является каждая пятая пачка продукта, который продается под этой этикеткой. Эксперты советуют не доверять маслу дешевле 80 рублей за пачку и помнить вот этот факт. Вообще изначально пальмовое масло применялось в металлургии для смазывания шарикоподшипников или еще чего-то. То есть понимаете сами, какое оно обладает сроком хранения, сроком действия, что металлургия его использует. Марина Черна, Анастасия Ширеева, Тимофей Кухарчук. Новости РНТВ Астрахань.